А вот так выглядит колбаса до того, как она стала колбасой. Здорово, народ. Времени 9 утра. Сейчас жду, когда приедет автобус и отправляемся на экскурсию на колбасный завод. Посмотрим, как делает колбасу в Беларуси. Эй, свежий воздух. Не повыкнили, главное. Куда-то дает? Куда-то дает. Прибыли на птице-фабрику. Посмотрим, как здесь все устроено. Сегодня у нас влог и штрих-код 481 в одном наборе. Подходим, берем. Каждый из нас слушает Казахстан. Прятать с влоги сюда, да? Да, влоги, влоги, влоги. Через каких-то таком приходится идти. Есть чистая зона, куда подаются люди и куда попадают корма. И фетрята суточные, и есть грязная, куда вывозится помет после высаживания. Вот вы санпропускник проходили. То есть люди снимают домашнюю одежду, принимают душ, одевают внутреннюю одежду и потом попадают сюда. Все закрыто на электронные ключи и, соответственно, в период выращивания птицы ее видят только два человека. Как нам говорит компьютер, здесь цепля за 7 детки, 28372 штучки. Это ковер чем-то пропитан, да? Да. Снимать их? Нет. Идем дальше. Следующая ферма, точнее, следующий бокс с цыплятами 25-дневками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, ничего, блин. Смотрите, какая штука. Так, здесь у нас 27 942 штуки, 25-дневки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как их так точно подсчитывают? Их так много? Автоматически? Нет, при посадке мы пересчитываем птицу и заносим в компьютер. Всех штук? 30 тысяч штук? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА то есть постоянно идет. Количество голов и вес птицы рассчитывается вентиляция в птичнике, то есть автоматически. А какой подио пойдет, считается норма, процентов? 0,5 процентов? 5 процентов? Да, это нормально. Это до какого возраста они? До убоя. До убоя 5 процентов, да? Еще одна степень безопасности, дополнительное обеззараживание. Уже три пары бахил на нас, звездка везде, еще и какая-то специальная дезинфицирующая жидкость. 3,5 миллиона голов. Вдумайтесь в цифру. В Республике Беларусь живет 9 миллионов человек. И только вот на этой маленькой ферме для каждого третьего выращивают курицу. Здесь выведено по каждому птичнику, то есть 13 птичников, вся инфема. Главный параметр микроклимата – температура, которая установлена, которая есть в корпусе на данный момент. Уличная, не особо важно. Разность температуры между тем, которая должна быть и которая есть фактически. Влажность в корпусе, количество птиц и расход воды. Это существует в режиме реального времени. Можно также посмотреть каждый корпус индивидуально. Также отсюда можно параметры эти изменять. То есть ставку температуры, ставку вентиляции. То есть можно вмешиваться в процесс, если это необходимо. Очень быстро. То есть все компьютеризировано и никуда ходить вообще не надо? Да. Ну, ходить-то надо, потому что за птичкой можно посмотреть все равно. А камеры наблюдения нет? Камеры пока нет, но со временем мы планами устанавливаем. Но все управление всей фермы, всеми корпусами вот с этого, с одного дисплея. Это я могу даже и снова управлять посредством интернета. Вот это? Это здание логистики. Галерея вкуса. В общем, здесь тоже все непросто. Здесь тоже надо одеваться спецодержек. Все по-взрослому. Методика гиенической обработки рук. Даже руки помыть целая наука оказывается. Ой, как хорошо. Так, друзья, вот здесь уже прохладно. А сколько здесь градусов? Восемь, да. Восемь градусов. После тридцати градусной жары здесь очень клево. Сюда собираем заявочки и отсюда мы можем за заявочки. Дальше на точки. То есть по-русски говорят склад? Да. Это отборка на одну машину. Тут может быть до восьми магазинов. Соответственно, она вот ночью отбирается и по мере подхода от транспорта загружается и отправляется в предприятие торговли. А хранение осуществляется вот за этой прекрасной дверкой, куда вы сейчас пойдете. Транспорт по возвращению моется и мойка подонов, на чем продукция возится. На заезде тоже моется? Да. А транспорт у вас сводится? Специально оборудован, это уже температура поддерживается. А, то есть развозится товар только вашими машинами? Да. И через систему спутникова с лежением и температуру, и скорость движения. И не станционарный остановок. Ну что, идем? Причем это требование международных сетей. А с виду кажется, что все так просто. Хорошо. Если кажется, что просто, значит люди это делают. Здесь, друзья, еще холоднее. Здесь температура от нуля до плюс четырех градусов. Вы когда-нибудь видели такой чистый склад? Утря от жизни. Это склад готовой продукции. Мясного комбината. Вот эти обозначения, это не что иное, как наименование товара. То есть кодовое наименование. Галерея вкуса. Давайте посмотрим. Сосиски из мяса птицы. Тигрята. Сосиска сорояльная из мяса кур. Миланская экстра. Так а сколько у вас всего сортов? Ассортимент очень большой. Конкретно я вам скажу. 65. Это только сосисок или... Это все продукции готовых изделий. Вы про готовые изделия? Да, да, да. Сосиски и колбаса. Правильно вы производите? Сыровяленая продукция. Сосиски, рулеты, ветчины. Сейчас я вам покажу все. Смотрите. Только здесь всего много. Это все колбаса. Мясо. Колбаса. Я думал, может сделать так, чтобы меня здесь забыли на часок? Это все. Все. Колбаса. Мясо. Это все колбаса. Это все колбаса. Это колбасный рай. У вас предприятие 100% частное. Правильно? Здесь минус 18. Мне сюда. Друзья, мы ведем наш репортаж с крайнего севера. Здесь минус 18. Здесь реально очень холодно. И здесь хранится замороженная продукция. И это тоже много. На улице плюс 30. Здесь 18. Минус. Получается перепад температуры 50 градусов с улицы. Да, мы уже переоделись. Не выдержали перепад температуры. А это рампа снаружи, в которой мы только что были. Машины только свои. Они заезжают на мойку, на дезинфекцию. Потом заезжают в рампу. Потом загружаются. Ну что, мойка как мойка. Только очень большая. Ну что сказать. Я реально впечатлен всей системой. Всей цепочкой производства. Хотя мы еще не все увидели. Но самое главное, чем я поражен. Это тому вниманию, которое уделяется контролю качества. Вы сами все прекрасно видели. И у меня это вызывает, если хотите, дикий восторг и восхищение. Это круто. Я, честно говоря, представлял себе такое колбасное производство. Совсем по-другому. А оно оказывается вот такое. Я видел курочек маленьких, курочек подросших. Я видел замерзшее мяско, которое потом поедет в магазин. Сейчас я еще хочу увидеть мяско, которое можно съесть. И поэтому мы пойдем туда. Для посещения предприятия тоже, опять-таки, надо соблюдать некоторые правила. Когда важно? В течение года. Ну есть, да. Хорошо, замечательно. Старшая группа заполнит анкеты. Да. Обязательно. Мы вас оденем. И когда вы будете посещать наши предприятия, пожалуйста, не дотрагиваться до пищевых продуктов. Соблюдать правила порядка поведения на нашем предприятии. Хорошо. Так что добро пожаловать. Спасибо. Мы рады вас видеть. Хорошо, спасибо вам. Проходите, пожалуйста, анкеты заполнительные. Сначала шапочка, потом холок, а потом бакила. Чем дальше, тем страшнее. Теперь мы одеты в шапочку, маску, перчатки, халат и какие-то модные бакилы. Как вы уже догадались, это цех пасовки отсюда. Ну, это, по сути, конечный этап. Все пасуется, рассудится. И поступает в магазин. Точнее, не, на склад готовой продукции потом в магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контроль качества, да? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это зона термической обработки. Камеры нагревательные, камеры, которые охлаждательные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участок сыровяленых изделий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь есть два типа камер. То есть, в принципе, продукт готовится 21 сутки от входа до выхода. То есть, пять суток он находится в климатических камерах предварительного созревания. Потом мы его перемещаем в камеры сушки. Тоже все процессы автоматизированные. Наш технолог, в общем-то, дома видит у себя все, что происходит здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это еще сырая колбаса. После этого ее повезут все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого ее везут туда, где все будет для термической обработки. 21 день. То есть, мы задом наперед идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит колбаса. До того, как она стала колбасой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь что делать? Сардельки по-деревицам. Вон, оттуда, смотри. Они тоже сырые, да? Вон, кишка и вот сардель. То есть, это чисто фарш? Это фарш набивается в череву, и потом, на термоводство, камеру пойдет на обработку, которую вы проходите. Я правильно понимаю, что это кишка какая-то? Свиная. Здесь натуральная. Свиная кишка проще. Вот это натуральная свиная кишка. Сто процентов натуральная. Здесь фарш. Здесь их вяжут. Потом сардельки развешивают вот на такие конструкции и отправляют в печь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание на перчатку. Перчатка сделана по принципу кольчуги, чтобы руки си не отпилить. Потому что на жизнь здесь, естественно, очень-очень-очень острое. Сколько за час рабочий может обработать вот так вот? За смену? Ну, за час. За смену? Ну, или за смену? За смену полтонны. Полтонны? Руками? Вручную? Вот так. Обалдеть. Вот так вот сто час кольцевые надо. И процесс пошел. Слушайте, вновь линия, где надо снова почти сестру облить левуки спиртом и почти с ноги. Короче, на производстве внимание уделяется этому просто огромное. Починаем дегустировать с фаштета. Починаем дегустировать с фаштета. Фаштет в детстве лука. Вот он приставлен, изготавливается из филе. Ну, детский, наверное. Мне чего пожестче. Чего пожестче? Да, поядренее. Хренчик. Поядренее мы не на тот завод поехали. Здесь никаких нет, да? Ни консервантов. Здесь нет никаких данных. Штрих-ход 481, как обычно. Сделано в Беларуси, сделано с душой. Вы все знаете. Ветчина. Красивая какая. Как раз что? Да. Ну, ветчина состоит на 50% из белого мяса, на 50% из красного. Так, дальше пойдет повитка, да? Повитки, сосиски. Варить не нужно, нужно разогревать. Сосиску разогревают, заливают кипятком. Для питания детей от 3-х лет еще эта надпись. То есть у них такой надпись? Нет, не будет. Вот это вот или это я надпись? А, вот, просто надпись. Миланская Экстра. Кстати, самое интересное, я когда людей подбираю, вдруг тут чьи-то правила нарушены. Пользуем на первом периоде выращивания пробиотики, да, несколько дней. Пробиотик – это фактически хорошая вещь. Мы просто заселяем хорошую микрофлору им в желудке, да, то есть не даем вообще патогенной микрофлоре заселиться. Соответственно, и поддерживаем иммунитет. Но самое главное – это, в общем-то, исполнение ветцам требований. По перемещению персонала, по доступу персонала. То есть мы максимально его ограничиваем. У вас получается исключительно куриная, да, продукция? Да. Свинина, говядина у вас? Вот это же свинина. Где? Вот этот? Да. Ага. В последние полгода всех серверных изделий мы исключили глутаматы, как усилитель вкуса. И то есть вот этот вкус удалось добиться без глутамата? Значит, это возможно все-таки? Фактически у производителя специи мы работаем с известным немецким производителем. У них есть стандарты курицы, да. То есть у них есть комплексная специя, которая идет для изготовления серверных изделий. И фактически, ну, по нашему запросу они меняли состав всех специй, которые выпускаемых, ну, вот, данным конкретно под нас. То есть включаем глутаматы. А вкус есть? Сохранением вкуса. А вкус есть? Ну, как? Я говорю, значит, в рост другие производители говорят, что без глутамата натрия невозможно сделать вкусный продукт. Ну, в мясе, в самом, очень много природного глутамата. Можно только китайцам не говорят. Не, очень много, а достаточное количество. И применяют глутамат натрия там, где мяса мало. А где много, то он есть природный. Можно без этого обойтись. Он есть природный. Не, на самом деле, реально вкусный. Ну что, ребята, вот какие-то еще вопросы. Купеческое с сыром, куда делась колбаса? Она продается. В Европе. Да, каждый день. Да? В Европе нет. Нет, в едоставке нет. И с завтрашнего дня она тоже без глутамата, да? Да? А сегодня? Нет, реально, с завтрашнего дня эта колбаса тоже начинает спускаться без глутамата. Но она в другой упаковке, правильно? В вакуумной упаковке. Вот. Вот, точно. Точно, значит, ваши знаете о чем говорить. Друзья, на этом, пожалуй, все. Наша экскурсия подошла к концу. Вы очень долго просили, чтобы я снял какое-то производство. Я это сделал. Надеюсь, материал вам понравился. Кому понравился, ставим лайки, подписываемся на канал. Как только это видео наберет тысячу лайков, я отправлюсь на какое-нибудь новое производство и покажу, как делают что-то другое. Всем пока. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok